Мне поступила задача создать самое мощное, при этом самое странное оружие, для того, чтобы в конце концов защитить весь наш мир от любых нашествий. Поэтому сегодня играем в игрушку под названием Grow Hidden Weapons, а мы как обычно кристаллы, мы начинаем! Если ты успеешь подписаться и поставить лайк за 5 секунд, то ты будешь спасён и не взорвёшься вместе с этой микроволновкой. Поздравляю, у тебя получилось, а мы начинаем! Ну и поначалу у меня оружие действительно странное, это какая-то палочка, которая стреляет патронами, но которые ведут себя довольно-таки очень странно. Но да ладно, в общем-то, первая пушка у нас конкретно вот такая, но мы можем сделать уже палочку себе апгрейдов. Конкретно, например, заходим сюда, и здесь у нас есть множество других вариаций, можно как героя поменять, так и наше оружие. Давайте попробуем что-нибудь прокачать, и у нас появляется новый пистолет уже, судя по всему, давайте-ка его найдём. Вот он, конкретно у нас пистолет, его можно экипировать, теперь будем стрелять уже из вот такой вот пушки, и при этом ещё у нас тут помощник появился, который просто табуреткой попытался размотать стальную стену, но не особо, скажем так, у него получилось. Но тем временем мы с вами заработали уже тысячу металла, и из этого металла можно будет опять же делать уже новые улучшения, и станется ещё мощнее. С каждым улучшением мы с вами становимся гораздо круче, гораздо эпичнее, и также внешний вид героя тоже соответствует тому, что мы его начинаем улучшать. И, ребята, если данная игрушка вам понравится, поддержите лайками, более двух кострей набирается, можно будет продолжить, можно будет проходить дальше, открыть вообще все виды оружия, все виды прокачек, скажем так, поэтому обязательно лайком поддержите. Так, ну сейчас у нас какой-то супер странный снаряд, это у нас летучие мышки какие-то, получается, вылетают, когда мы стреляем из пистолета, но, в принципе, я говорю, что оружие у нас будет странное, но при этом довольно-таки мощное. Так, ну стрелять динозаврами, это, конечно, отдельный вид искусства, по-моему, мне это шикарно, слушайте, это оружие бы реально было страшное. Представьте себе, у вас чувак просто не стреляет необычными патронами и того подобное, ну вообще, если такой чувак окажется, и в итоге он стреляет динозаврами, которые просто начинают на вас нападать и вас жрать. Вот, в конце концов, по-моему, это очень жестко. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас есть еще. Здесь, на самом деле, куча вариаций, чего мы можем прокачать. Можем поменять объект, который будем сами ломать. Конкретно это будет уже стена, которая обрела, видимо, личность, душу или что-то типа того, потому что у нее лицо появилось. Ну, либо кто-то просто накалякал на ней, это, по крайней мере, такое тоже может быть. И давайте-ка еще посмотрим, что мы сами можем качнуть из того, что у нас здесь есть. Так, пушку мы уже качали, это 3 миллиона стоит, это наш напарник, получается. К сожалению, здесь на японско-китайском-корейском, как обычно, написано все, поэтому сразу и не угадаешь, что это такое. Так, ну у меня новый пистолет, правда, урон что-то не особо поменялся, скажем так. Может быть, нужно еще раз качнуть. Так, вот еще один пистолет. Так, давайте качнем. Так, вот это оружие по-любому должно просто всех уничтожать. Ракетка, которая стреляет динозаврами. По-моему, это 10 из 10. По-моему, это лучшее оружие, которое у меня вообще могло быть. Но давайте попробуем что-нибудь другое. Вот такое вот оружие. И, кстати, да, еще героя надо попробовать поменять. Во, вообще, просто шикардо спускаю на кресле, сидит. И давайте дальше уже патроны качнем. Нотками можно стрелять. Дальше можно стрелять бумажными самолетиками, судя по всему. Ну, нормально, уселся в кресле и фигачишь по стенке. Урон, кстати, игра неплохо так вырос, поэтому можно прям нормально надамажить. И, ребята, игры еще раз, если игрушка понравится, давайте более двух хосарей набираем, чтобы можно было продолжить. И мы с вами будем дальше проходить все дела. Так, стенки мы нанесли уже 10 тысяч. Затем вопрос, сколько там стоит новая стенка? 12 хосарей. Ну, давайте набьем, в принципе, 12 хосарей, не так долго набивать, потому что мы с вами уже неплохо дамажим и ресурсы тоже получаем неплохо. Если что, сейчас у нас оружие вполне себе поротое, но потом оно будет стоиться уже посерьезнее. Но это уже вопрос того, когда мы прокачаемся конкретно. Так, новая стенка, а что изменилось? Или мне та же самая стенка вып... А, нет, она стала больше. Вот что с ней стало. Это уже огромная стена получается. Но металла вроде столько же дает. Вопрос, кстати, игре мне дают по 50, получается? Ну, да, по 50 дают, получается. То есть, от стены не особо зависит конкретно... А, то есть, мне начали какие-то бонусы давать? Это что такое, интересно? Это я... А, теперь я всегда хритами. Двойной урон у нас стал. Два раза больше получаем. Ну, то есть, неплохо. То есть, новая стенка может давать нам больше ресурсов. Значит, определенные фишечки могут прилетать. Да, вот, красная кнопочка снова прилетела. 5 тысяч нанес. Нифига себе, он долбанул. Так, ну ладно, надо следующее оружие открывать. Ох ты, ё-моё. Вот это, кстати, идеально подходит к нашим оружиям. Мы просто с бластера вот такого вот стреляем. По-моему, 10 из 10, да? Так, давайте посмотрим, что еще есть. Мы какими-то маленькими ангелами будем стрелять. Или кто-то такие, не знаю. Но они наносят урон тоже неплохой. По 87 получается. Так, и давайте попробуем скин другого персонажа. Так, а тут что вообще изменилось? Он вроде такой же и был в самом начале, нет? Или позу немножко поменял на самом-то деле? Возможно, позу поменял. Я не особо шарю. Так, ооо, вот это вот 10 из 10, ребята. А вот это у нас получается, чувак. Не знаю, может это отсылка, конечно, какая-нибудь на какого-нибудь персонажа. Я как бы не особо шарю во всем этом деле. Но это выглядит как реально отсылка, будто у него сзади кинжал. Со случаем не отсылка на анимешку. Судьба? Нет, похоже, по крайней мере, что-то на это. Я не уверен. Просто говорю, что может быть такое и есть. Так, ооо, вот это вот лучше всего. Самое лучшее оружие и самая лучшая поза. Ух ты, ё-моё. Это что, кинжал или пушка? Такая пушка, такая серьезная. Такая пушка, конечно, должна стрелять пушечными снарядами, как мне кажется. Но пока что мы стреляем с вами только ангелочками какими-то или что это такое. Я особо не могу разобрать, если вы разбираетесь, с кем я стреляю и чем я стреляю. Можете в комментариях также меня поправить и подсказать. Так, окей, давайте другую стену поставим. А, следующая стена 6 десятка средств стоит. Ну ладно, тогда будем вкачивать патроны А4. Серьезно, почему бы не стрелять А4, да? Так, ну ладно, ух ты, молнии. Вот это тоже неплохо. По 134, получается, наносим. И давайте-ка еще бустанемся. И, получается, урон у нас будет вот такой вот уже. По 268 и 500 у нас, получается, криты. Статы бы тоже неплохо раскачать. Кстати, тут еще есть достижения, по идее. Вроде как я могу с достижения тоже получать вот эти всякие фишки. Я еще даже не знаю, что делают остальные, кстати, игре кнопочки. Потому что и синие, и зеленые. Хрен его знает, что они на самом деле делают. Например, зеленые что будут делать? Так, зеленые. Ого, насколько урон возрастает. Ну, слушайте, если зеленую скомбинировать, то это должно быть вообще что-то читерское. 67 тысяч! Просто он долбанул наш напарник. Офигеть. Интересно, если все вместе собрать, все вместе скомбинировать, что вообще в конце концов получится? Так, ну по 134. Ну, получается, на 1000% у нас сильнее стоят снаряды. Так, стенку хочу обновить. Стенка у нас теперь с руками. Что она мне в конце концов еще возьмет и напинает в конце концов. Я его прокачаю. Она такая, типа, да, ты меня прокачал. Так что теперь получи. Кстати говоря, возможно, когда оружие я качаю, конкретно шанс крита возрастает. Я так думаю, что, скорее всего, что-то к этому относится. Потому что здесь написана характеристика. Сейчас 888. Мы ее прокачиваем. Опа! Ух ты, какой ультимативный скин. По крайней мере, мне такой нравится. Пока что такое оставлю. Так, машинка неинтересна. Какая-то штука странная неинтересна. Бобы какие-то неинтересны. Но придется... А, это сердечки, а не бобы. Ну, ладно. Так, а если я попробую вот так вот сделать, что вообще получится? По идее, должен быть просто мега-буст. Потому что мы с вами все вместе соединили. Так, попробую побыстрее пощелкать и настрелять, насколько вообще могу. И заодно сейчас как раз-таки еще прокачик возьмем. Так, и можно снова все запустить вместе. Давайте снова попробуем. Так, пошла, поехала. Давай, жара. Сейчас разнесем все, надеюсь. Урода нанесем тоже нормально, надеюсь. И еще чувачок 223 тысячи. У нас уже миллион есть. Нифига себе просто. Вот это мы с вами нафармили, ребята. Вот это вообще добротно получилось. Так. Я даже не знаю, что качать на самом-то деле. Потому что так много всего. Так, кораблики, динозавры, птички, айфоны. Почему айфонами не постреляли действительно? Ну, или телефоны, смартфоны. Не знаю, что это конкретно в плане этого мира. Так, 180 тысяч на прокачку. Еще раз стенки. Теперь она уже с ногами. И, кстати говоря, оружие, которое сейчас у нас. И этот тип снаряда очень даже друг к другу подходит, по-моему. Будто бы они друг для друга реально созданы. Так, у нас еще какие-то достижения выполнились. Может, у меня есть еще зеленая кнопка? Ам, давайте-ка зеленую кнопку еще найдем. Если есть такая, то сейчас можно будет еще надамажить прям по-царски. Но что-то вроде пока ее нет. Ну, ладно, может быть повезет и мне она выпадет. Я, конечно, могу простыми бустами активироваться. И тоже будет неплохо. Но хотелось бы зелененькую кнопочку как-никак получить. Она гораздо более дамажная. Она гораздо более ультимативная, как мне кажется. Ну, еще получается 3 миллиона нафармил. По идее, могу купить себе нового напарника. Но что-то я не уверен, что я его хочу покупать. Как бы, по идее, количество кликов, как я понимаю, сократится. Но что-то хочется другого качнуть, поэтому давайте лучше стеночку раскачаем. Мне интересно, как будет выглядеть стенка, если мы сейчас ее прокачаем прям конкретно. И это у нас теперь какой-то робот вообще получается. Вот такой вот. Теперь нужно его, получается, пробивать. Но, как я думаю, если я его прокачал, то теперь мне должны будут почаще давать ништяки. По крайней мере, на это очень надеюсь. Потому что если ништяки новые будут давать, то это очень даже мне кстати. Так, но что-то пока что он совсем ничего не дает. Это теперь грустно. Я-то думал, что сейчас будет что-то новенькое. Он мне ничего не дает, в конце концов. Надо будет, наверное, перевести эту часть, чтобы было более-менее понятно. Может быть, что-то там суперпростое. Кстати говоря, это еще... О, так у нас напарники могут быть. Я вот про это даже и не видел, и не знал. Так, прикольно. Оказывается, можно себе еще и народу набрать, который нам будет помогать. А почему бы и нет. Так, до пятого уровня. А, если еще их прокачивать до определенного левела, то они становятся сильнее. У них, смотрите, оружие начинает прокачиваться. Блин, вот это крутота, слушайте, а. Так, жалко не знал про автоатаку в самом начале. Было бы гораздо круче, если бы я знал про нее, и гораздо больше можно было бы заработать. Так, ну давайте сразу под бустами тогда поедем, пойдем. Кстати, игра синяя кнопка, наверное, вот все это время отвечала не за увеличение урона, а за увеличение урона для напарников, как мне кажется, которые у нас вот эти вот внизу стоят. Мне кажется, что именно с ними этот буст и работал, как мне кажется. Так, и есть зеленая кнопка. Еще у нас получается зеленых кнопок пока что нет. Одна близка, но что-то я ее пока не могу пол... А, нет, вот есть зелененькая кнопка, все, сейчас. Сейчас попробую покликать побыстрее. Прокачаем сразу армию наших напарников. Давай, просто сейчас набиваем как можно больше и постараемся купить сразу себе армию хороших чуваков. А может просто прокачаем этих стандартных, не знаю, посмотрим. Так, единственное, что я неправильно сделал, я начал сражаться, не позву... точнее, не рассчитав на призыв нашего друга на себя. Друга на еще призвал самого главного, было бы гораздо круче. Такс, что можем с вами сделать? Сколько стоит вообще прокачка? Ну, не так дорого вроде вот этого, если прокачивать, да? Так, ну, в принципе, можно его качнуть. Каждые пять уровней будет становиться круче, но в принципе... Так, ну, давайте его... Блин, чуть-чуть не хватило или что-то поменялось. Возможно, валюты не хватило. Ну, ладно, давайте-то ассасина нашего качнем. Он теперь с тремя мечами у нас стал. И что вообще из этого? Сколько они наносит урона? Я хочу посмотреть просто, если я ничего не делаю... 264 у нас наносит лучник. Остальные, ну, не так сказать, что прям много, но... Стараются как-никак и наносят тоже дэмэдж, что есть для нас хорошо. И, ребята, если данная игрушка вам понравилась, захочется продолжения, поддержите лайками. Более двух костерей набирается. Будем с вами продолжать. Посмотрим, что же за оружие еще в дальнейшем будет, и какие всякие фишки можно будет в дальнейшем еще открыть. Поэтому лайк обязательно поставься. Хочешь узнать, что будет еще? Два костерей не так сложно набрать. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был, как обычно, Кристалл. Скоро с вами сладимся. Всем удачи, всем пока! Хоть фитус и закончился, но ты не унывай, потому что есть еще видосики. И конкретно сейчас они у тебя на экране. Кликай и смотри что-нибудь еще интересное. Колокольчик и подписку не забудь. И лайк тоже. Если хочешь свое имя в титрах и много других бонусов, то у нас можно стать спонсором. Ссылка находится в описании.